Господи, благослови, мы отправляемся в рулетку. Вы нуждаетесь в том, чтобы вам вопросы какие-то неясные сделать ясными? Ну, рассказывайте что-нибудь. У нас есть священная книга, Библия. Дай-ка ее сюда, покажи. В ней описано, как Бог сотворил мир, и как жить по Евангелию, как спасти душу. Вот у нас Библия православного издания. Она очень... я не знаю, видно, нет вам? Видно, видно. Вот, тут Евангелие, это в Новом Завете описывается. Как Христос воплотился от Девы Марии, жил на земле, дал нам пример. И вот сегодня, если бы люди жили по заповедям евангельским, у нас в стране было бы все по-другому. Во-первых, вот я в 23 года только обратился, знал, что Бог есть, от грехов там каких-то Бог спасал, но я не знал о Христе. Евангелие мне дали, а я работаю на корабле. Говорят, обычно, больной человек или какие-то вопросы у него там. У меня все было, и деньги, и здоровье, и... ну, все, будущее. Но я понял, это все пустое и заканчивается очень быстро. Я принес покаяние перед Богом, и вот уже 56 лет несу это, как сказать, иго Христова. Людям нужен пример. А пример мы должны сами подать, не ждать. Вот ты живи, а я на тебя смотреть буду. Хотя апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Вот сегодня, видите, там взрывы, там беда, там взяточники, коррупция. Причина одна. Люди забыли Бога, отсюда все. А то Солженицын сказал, когда получал Нобелевскую премию, забыли Бога. А раз забыли, делал. Так не так, никто не спросит. Нет. Говорит, не умрешь, горя схватишь. А вот у нас по-другому. Умрешь, вот тогда горя хватишь. Потому что неприготовленный пошел. Душа, не спасенная, не омытая кровью Христа, в церкви не принадлежал. Или человек неверующий, или какие-то секты забрел. А православная церковь, она открыта, всеми огнями горит. Вот мы рассказываем о Христе, как человеку спастись. Нас Бог очень сильно любит и отдал за нас силу своего единородного Иисуса Христа, который умер на Голговском кресте. И поэтому... Я смотрел про Иисуса Христова. Так. Как его спяли. Вот у нас очень большие ресурсы есть. Это в Ютубе. Форум, сайт. Если желаете, запишите, сами посмотрите. А как называется? Называется «Открытым оком». Запишите. Сейчас, подождите. У нас 13 700 роликов. Повторите еще раз, пожалуйста. «Открытым оком». Открытым оком. Глазом. Открытым оком. Во свете Библии. Шесть слов надо записать. «Открытым оком. Во свете Библии. Игнатий Лапкин». Это я. И вы там зайдете. Вам хватит это на всю жизнь. Спасибо. Так. И еще под этим именем также найдите сайт. Во свете Библии. Наш сайт. Хорошо. Там мои книги. 38 книг. Там я отвечаю на вопросы студентам. Я вел занятия в университетах. Вам это очень понравится. Спасибо. Я посмотрю обязательно. Да. А если у вас будет желание зайти в скайп, тогда зайдете, вопросы зададите. Ну, по моей фамилии. Игнатий Лапкин. Вы просто найдете. Все. Я вас понял. Только никаких ников, аватаров, чтобы не было. А своя фотография, свое имя, фамилия. У меня все свое. Ник, ничего. Вот видите. Это уже душа, которая может принять истину. Какие у вас вопросы будут? Духовного порядка, там, семейного. Вы можете задать? Ну, я пока холост. Семьи нету один. А к этому вопросу можно подходить. Я говорю, когда в скайп зайдете. В скайп. Ну, когда в скайп зайду, хорошо, я там с вами уже поговорим искренне. Ну, у нас форум большой, 1600 тем. И мой мир, Майл.ру, я в нем там имею. Там 22 тысячи наших фотографий. У нас огромные-огромные ресурсы. Ну, даже вот роликов 13700. Представь себе. Мы с нуля строим деревню православную. С нуля. Где пять качеств должно быть у человека. Не лгать, не пить, не курить, не материться, не воровать. И тогда мы разговаривать будем с ним. А вы в каком городе живете? Город Барнаула, Тайский край. О-о-о. Далеко. А вы где? А? А вы где? В Челябинской области. Да, это недалеко от нас, в Челябинской области. Ну, недалеко, но все равно. Ну, тут бывает и за границей, отовсюду люди. Вот так. Если вы душа интересующаяся, вы найдете все на наших ресурсах. Что ваша душа пожелает? Только все спасительное, по Евангелию. Хорошо. Вот мы... Я как-то церковь посещаю в каждые праздники, в каждое крещение. Вот в год 19-го купаться ездил. Так вы не курите? Нет. Хорошо. Пьють кофе. Хорошо. А почему вы бороду бреете? А? Бороду, бороду, почему трогаете? Бреете. Так она еще не выросла. Не выросла? А сколько же вам лет? 24 года. Нет, уже в это время борода растет. А у меня была. Мне просто... Аккуратно. Мне не понравилось. А, нет. Мы сотворены по образу Божию. Выходили в церковь. Посмотрите на иконы. Христос с бородой, пророки с бородами, апостолы. Все. Нет бородой, я видел. Видите, как надо по-серьезному отец здесь. Мы многие, говорят, бегут на ресталище, но один получает награду. Вот Олимпийские игры. Один. Поэтому планку поднимайте выше. Все посты соблюдайте. Православная церковь – это полнота. Это целомудрие. Ну, православная церковь, она как бы для всех же идет. Да. Там же без разницы, кто какой национальности. Нет, разницы нет. Ни Иудеи, ни Елена нету. Во Христе все едины. Ну. Все. Ну, если вы... Вот теперь переходите на наши ресурсы. Ну-ка, попробуйте. Обойдете, нет? Посмотрите. А если я тебе буду заходить, то у меня это такое... Ага. Ну, ладно, мы тогда отойдем. Все. Вопросов после нету. Заходите на наши ресурсы. И в скайпе мы поговорим. Хорошо. Храни вас, Господь. Богу слава. Всего доброго. Не болейтесь. Дай Бог вам здоровья. Храни вас, Господь. Богу слава. Ой, что за хорошее. Не болейтесь. Все. Пошли дальше. Давай, нет. Мы можем ответить на вопросы, которые касаются спасения души. Как приготовиться к переходу из этой жизни о Суде Божьем. Что Христос умер за нас. Я пока не собираюсь умирать. Да многие не собирались, да умерли-то. Тем более, то взрывается, то убивает. Да и так сердце остановилось, и нет человека. На дорогах авария, везде. Поэтому... Не спорю. Дорога моя жизнь. Библия говорит, не хвались завтрашним днем, ибо не знаешь, что он родит тебе. Абсолютно верно. Правильно говорит. А это премудрый Соломон сказал. Ну, всего хорошего вам. Давай, счастливо, отец. Да, с Богом. У нас большие ресурсы, если желаете, можем дать адрес. Нет, спасибо, нам некогда ездить. Все распяты мы воскресшим. Если кто желает, можем задать вопросы. Как правильно жить? Как спасти душу свою? Да, меня как-то это не интересует. А вот зря. Потому что мы все смертные. Мы ходим перед Богом. Внезапно можем, как Валант говорит, что смерть, да, но она внезапна. Как мастер Маргарита там у Болгакова. Она внезапна может быть. И человек не готовый, отойдет в ад. Будет гореть вечно в огне. А надо приготовиться. Написано, приготовьте. Путь Господу. Прямыми сделайте стези ему. Ибо мы не знаем, когда Господь пошлет ангела, чтобы душу нашу забрал. Вот мы выбрали время сегодня и пришли поискать таких людей, которые хотели бы трудиться на Ниве Божьей. Мы православные христиане. Благодарим Бога, что Он дал веру нам, святую, живую и истинную. Вот у нас главная книга – это Библия. Святая Библия. Я не знаю, видно, нет вам? Видно, видно. Я читал. Читали. Евангелие. А в Евангелии Господь указал нам путь. Без Христа никто не спасется. Евангелие от Яна 3.36 написано. Верующие в Сына Божия имеют жизнь вечную. А неверующие не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нем, что он дар Божий не принял. Мы поживем и увидим. У вас, если есть желание Божию узнать, мы можем вам оставить наши ресурсы. Как-нибудь прозрею. Так, если хотите, можете записать. У нас очень большой канал, 13 тысяч там роликов на все вопросы-ответы. Можете записать, как называется, открытым оком во свете Библии. Открытым оком во свете Библии. И вы найдете, там написано Игнатий Лапкин, это моя фамилия. Через это вы найдете сайт, форум. Потому что многие люди не знают, что делать. Мы вот с нуля строим православную деревню. Богу нашему слава, во веки веков, аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Если вам понравилось наше видео, одобряйте, ставьте лайк. А также поделитесь с друзьями о просмотренном в соцсетях, Вконтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках. Добавляйте в плейлист. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик. Это даст вам возможность узнавать о новых видео, Которые обязательно будут выходить на нашем канале. А также смотрите другие наши видеоролики в нашем богатом видеоархиве. Помоги вам, Христос! С Богом!